Всевышний Аллах каждого человека испытывает шайтаном. Это происходит ежедневно, ежесекундно. Пока мы бездействуем, сатана упорно трудится, неотрывно следит за каждым нашим шагом. И мало кто из нас в полной мере осознает, насколько важно держать Иблиса под контролем. Со времен создания Аллахом первого человека шайтан учится расставлять ловушки. За тысячи лет пребывания на земле он изобрел множество методов введения человека в заблуждение. Первые свои наущения шайтан начал давать Адаму и Хаве. Аллах говорит в Куране, в суре «Преграды». Сатана нашептал им, «Господь запретил это древо для вас лишь потому, чтобы вы не стали ангелами. Не бойтесь ослушаться, вкусив эти плоды, вы станете вечными». И поклялся им, «Воистину я даю вам хороший совет». В арсенале Иблиса сотни средств, используя которые он подбирается к человеку, пока тот не привыкнет к его присутствию. Он тонкий манипулятор и опытный хакер, взламывающий сердца, а после меняющий всю систему жизненных ценностей человека. Самое мощное орудие влияния шайтана – внушать человеку то, что мысли, навязанные им, принадлежат самому человеку. Мысли – хамелеоны, приобретающие нужный окрас и форму, чтобы проникнуть в сознание раба Всевышнего. В суре «Преграды» Всевышний сказал, и вывел Иблис из рая Адама и Хавву обманом. Обольщение – способность вводить другого в приятное заблуждение, выдавать желаемое за действительное. Шайтан использует желание, человек играет на его слабостях. Он изучает тропы, по которым тот ходит, и поджидает человека на каждом повороте. Все мы знаем, как ловится зверь на приманку. Чтобы завлить человека, Иблис не использует быстрых средств. Он заманивает неспешно и постепенно, расставляя на пути людей соблазны до тех пор, пока те не свернут в сторону. Главный принцип Иблиса – делать все медленно, шаг за шагом. Но постепенность – не единственный метод шайтана. Его излюбленная тактика – методичность и повторение. Подступая к парню-студенту, он говорит «Эй, посмотри на эту девушку! В этом же нет ничего такого! Это нормально! Вы же одногруппники! А это лаборатория! Это же халяль!» А когда студент возражает «Нет, шайтан, прекрати!» Он отвечает «Брат, я же тебе друг, это не харам! Подойди к ней, расскажи ей об исламе!» И человек соглашается «Да, ват, это допустимо, это хорошо, я воспользуюсь твоим советом!» Так Иблис приходит к нему снова и снова, пока не поймает в свои силки. В охоте за человеком шайтан остановится только тогда, когда держит победу. Люди по своей природе слабы и не способны противостоять наущениям Иблиса, кроме как с помощью Всевышнего. «Скажи «Ауду билляхи мена шайтану рожьим» «Я удаляюсь от проклятого шайтана, приближаясь ко Всевышнему». И всякий раз, когда ты говоришь «Ауду билляхи мена шайтану рожьим», Иблис начинает убегать. Молитва обжигает его, а он, упорствуя, вновь возвращается. Так не прекращай же прибегать ко Всевышнему от наущения сатаны, ведь единственный способ одолеть его – укрыться в убежище Господа миров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok